Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Люди заглянули, чтобы посмотреть мою точечную роспись, а тут я на кухне. Знаете, девочки, я тут сделала налоги, но не только сейчас, а уже в течение полутора лет, пока снимаю видео. Деньги, которые идут, капают на YouTube за мою работу, идут только с кулинарных просмотров. А точечная роспись практически ничего не даёт. Там просмотров очень мало. Ну, и какой мы сделали вывод? Надо снимать кулинарные рецепты. И самое интересное, надо снимать самые простые. Моя манная каша, вы представляете, вот на данный момент занимает лидирующее место первое. На ней больше всех просмотров. Как сварить манную кашу без комочков. И моя кабачковая икра, которая в сезон идёт на ура, тоже зарабатывает очень фарш там. Ну, короче, то, что люди ищут постоянно, каждый день. Каждый день у нас появляются новые хозяйки, молодые мамы. И они ищут тот рецепт, который был бы им приемлем, но где бы они научились готовить. И у нас как раз получается с мужем, что мы, как раньше были молодыми, там простую самую пищу готовили, потому что у нас изысков никаких не было. Это были 80-е годы. И сейчас мы уже готовим простую пищу, потому что мы уже постарели. Но нам эти изыски уже и не нужны. Мы даже и на праздничные дни делаем самую простую пищу. Это картошку в мундирах, котлеты и рыбу. И поэтому буду снимать то, что я готовлю. Вот как раз в данный момент, на сегодняшний день, у меня пустой холодильник. Ничего нету. Есть продукты, из которых нужно готовить. И думаю, дай-ка я вам буду снимать. Готовлю я сегодня несколько блюд и сниму их все. Но выставлять буду по одному, конечно. Вот у меня... Ну, кто меня постоянно смотрит, знает, что мы живем вдвоем с мужем. Ухаживаем за дедом, который у нас уже лежачий. Вот ему отдельную пищу готовим. Ну, и тут в соседях у меня живет сын в пристройке нашего дома. Он к нам тоже периодически в гости заглядывает в день несколько раз. Тоже чего-нибудь кушает. Ну, я так ориентируюсь по еде на всех нас четверых. Вот. И поэтому и готовить-то я буду. Вот даже ничего придумывать не буду. Вот варю я суп, буду показывать суп. Варю я картошку, буду показывать картошку. Не буду я никаких вот придумывать, чего-то покупать. Вот мне кажется, самая простая еда, она идет на ура. Я имею в виду по видеопросмотрам. Поэтому денежки тоже хочется, чтобы капали. Чего просто так-то работает у нас? Никто просто так не хочет работать. Вот. И так как я сейчас на пенсии уже не работаю, по уходу за дедом, но и все, и уже я больше на работу не выйду. Вот. И буду готовить и вам снимать. Я думаю, что многим будет интересно. Во-первых, интересно будет и моим постоянным подписчикам, которые уже меня знают, мой голос знают. Ну, я и снимать-то буду. Я себя-то только вот сейчас показала. Просто объясняю ситуацию, что буду... Точная роспись так и будет выходить мне раз в три дня. Пока. И где-то я буду втыкать и кулинарные рецепты, кулинарные видео. Кулинарные я буду стараться очень короткие делать. Самое-самое такое. На пять, на шесть минут, до десяти минут. Не больше. А я и сама не люблю длинные смотреть. Вот. Поэтому вот и я объясняю моим постоянным зрителям. И вообще, каждый любит. А, что там кушают? А, сюда поехали, в столовой зашли. А что они купили? Как-то в подсознании, не знаю. Ну, вот. Всегда хочется посмотреть. Правда же? Вроде бы и зачем это? А все равно хочется. Ну, потому что это еда. Это наша повседневная жизнь. А чего тут моя точечная роспись? Я ее занимаюсь. Это единица с миллиардом, наверное. Вот. А кушаем-то мы все и несколько раз в день. Поэтому и все. Я и я сама также ползаю по инету и ищу какой-нибудь рецепт. Как бы попроще все приготовить. Ну, все. Предисловие на этом заканчиваю. Сегодня буду, я уже сказала, несколько блюд делать. Вот. И буду вам показывать. Смотрите. Пишите комментарии, если кому-то понравится. Не понравится, дизлайки ставьте. Я знаю, что на кулинарных каналах или там во влогах люди много всякой ерунды пишут. Но будем стараться плохое удалять. Плохих удалять. А хорошее оставлять. Зачем нам гадости в жизни? Правда же? Будем только радоваться. Есть манную кашу и смеяться. Ну, все. Поехали. Еще раз приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Кто не посмотрел предисловие. Сейчас я буду готовить рыбку жареную и картофельное пюре. Рыбка это дальневосточный лосось был написан. Я рыбу люблю. Ну, что за дальневосточный лосось? Пришла в интернете, посмотрела. Это написано кита. Вот. Красная, хорошая, красивая рыбка. Я ее порежу на стейки, посолю, поперчу и просто пожарю на сковороде. Ничего больше я делать с ней не буду. Не панировать, ни в сухарях, ничего. И приготовлю картофельное пюре. Как приготовить вкусное картофельное пюре, я обязательно все подробно расскажу. Сейчас беру нож и разрезаю рыбку на кусочки. Вот, разрезала на стейки. Сейчас просто посолю. Поперчу. С двух сторон это сделаем. И на сковороду с растительным маслом. Давно рыбу не обваливаю ни в какой муке, ни в сухарях, ни в чем. Потому что сковорода сейчас у нас хорошая, все от них отрепляется, ничего не прикипает. Хорошо все поджаривается. Но я даже не так жарю, как тушу. Но я сейчас вам покажу. Может кто-то возьмет на заметку. Ну вот так обычно жарится рыбка. Сейчас мы ее перевернем. Одной рукой неудобно. Рыбку всю пережарила. Вот такая она красивая. Ну я слегка только поджарила. Потом все складываю в одну сковороду. Наливаю водички. И все. И она на медленном огне тушится минут 10-15. Вот, закрываем крышечкой. И она так тушится. И получается она вроде и жареная. И здесь же в водичку уйдет лишнее масло. И для нашего питания очень даже полезно. И ребенку дать не грех. И пожилому человеку. Так что будет очень вкусно. У меня отварилась картошка. Варю я ее без всяких добавок. Ни лаврушки здесь, никакого укропа, ничего. Просто в соленой воде. Когда я ее почистила, я ее специально взвесила. Было 3 килограмма чищеной картошки. Вот. Я буду делать пюре. Чтобы пюре получилось вкусное. Кто-то делает блендером, чтобы она пышная была. Кто-то в комбайне пропускает. Кто-то ее через пресс продавливает. Но, чтобы она была вкусной, нужно просто положить побольше сливочного масла. Вот в этом я сейчас тоже взвесила. 200-граммовая пачка была. Ну, уже отъели. Здесь 150. Я 3-3 килограмма картошки. Все это масло положу. Я обычно вот так смотрю на глаз, сколько масла в картошке должно быть много. Ну, вот я немножко оставлю. Грамм 120 я положила. Чуть-чуть оставлю. Так, горяченько еще. И все ее очень-очень хорошо растолку. Пока толкла, посмотрела, думаю, нет. Я масла все сюда. То есть, 150 грамм. 150 грамм. Так, и чтобы оно не было слишком густым, я добавляю молоко. Все рекомендуют почему-то молоко кипятить, греть. Я беру с холодильника и разбавляю пюре настолько, насколько мне хочется. Каким я хочу его видеть. Жидким. Зная, что, когда пюре остынет, оно будет гуще. Вот такое пышное, красивое пюре у меня получилось. Когда-то в советские времена, ну и потом уже в пересрочные, в перестрочные у меня коронным блюдом было это картофельное пюре с котлетами. Все отмечали, что у меня очень вкусное пюре. И котлеты. Кстати, на котлетный фарш, как делать котлетный фарш, у меня есть на канале. Я именно так делаю всю жизнь. Вот сколько готовлю, столько и именно так делаю. И пюре точно так же. То есть, вкус картофельному пюре придает не блендер, не какая там взбивная машина, а сливочное масло. Именно масло дает вкус. Пюре всегда, вот оно даже постоит, оно немножко будет гуще, но при разогреве в микроволновке или там на сковороде она также будет очень-очень пышная, вкусная. Вообще, замечательная картошка получается. Молока у меня где-то со стакан ушло. Полная бутылка была, стакан молока. Значит, на 3 килограмма картошки, 150 грамм масла и стакан молока. Вот такое чудо у нас получилось. И вот итог нашего с вами труда. Картофельное пюре и жареная тушеная рыбка. Кита. И не говорите сразу, что картофельное пюре очень жирное, очень насыщенное, что очень много сливочного масла. Ребята, оно будет жирно и насыщенно, если человек сожрал килограмм картошки, сел в кресло, взял книгу или компьютер и сидит. Конечно, будет насыщенно. А если ты вкалываешь с утра до вечера, много километров проходишь или что-то тяжелое делаешь, 100 грамм картошки, но они никак не повредят. Считайте свои калории, двигайтесь побольше и ешьте вкусную пищу. Так что, всем приятного аппетита! Ставьте лайки, пишите комментарии. Я буду очень рада. Всё, мы садимся ужинать. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова